Всем привет! В этом ролике мы узнаем, Сталкер Чистое Небо это лучшая часть или худшая. Мы разберем все, что есть в Сталкере Чистое Небо. Но перед этим, если тебе не сложно, подпишись на канал, ведь здесь выходят ежедневные стримы и шорты. Ну а я начинаю. Итак, давайте начнем с первого, почему Чистое Небо худшая часть. 2007 год, вышла такая игра под названием Сталкер Тень Чернобыля. Игра была настолько офигенная, то что люди ждали продолжения. Через несколько месяцев разработчики нам сообщили, что скоро выйдет новый Сталкер. И вот, 2008 год, вышла долгожданная Сталкер Чистое Небо. Только она была под другим названием. Но почему она провал? С самого начала были жуткие баги и вылеты. Постоянные. И на исправление этих багов вышло почти целый год. Это очень большая цифра. Давайте теперь поговорим о сюжете Сталкера Чистое Небо. Сталкер Чистое Небо одна сплошная беготня и экшен. А то есть побег за стрелком. На кордоне наемника Шрама настиг огромный выброс, где он очнулся у базы Чистого Небо. Но выбросы были постоянные и нервная клетка наемника Шрама просто бы не выдержала. И поэтому у него не было выбора только помогать Чистому Небо. И вот первое сцене наемника Шрама убить всех бандитов на кордоне как можно больше. На кордоне мы перестреливаемся с военными и так дальше мы получаем информацию где находится стрелок. Но Сталкер это атмосферная игра, где ты играешь роль одиночки. А делать одиночка только одно. Ищет артефакты и богатеет. Ну если даже в том самом Тень Чернобыля, также в начале был только один сплошной экшен, но в середине игры было хотя бы затишье, где можно было насладиться сталкерской атмосферой. Но в Чистом Небе все наоборот. КПК только не мог затыкаться, а именно прошу помощи. Но хочу вам сказать одно. Локация здесь очень красивая. Игра стала лучше только на середине игры, а именно на локации Рыжий лес. Да и в принципе в Чистом Небе очень уникальные NPC. Со своей историей и своими квестами. Да и так же в Тень Чернобыля не было детекторов для артефактов. А в Чистом Небе они появились. Тебе представьте как было удобно игрокам с помощью детекторов. Это даже было как-то по атмосфернее. Теперь перейдем к самому топовому. Это война группировок. В Чистом Небе можно вступать в любые группировки. Только это бессмысленно. Минимум куда можно вступить, это в одиночку. Но минус было в том, что надо было сражаться с бандитами. Поверьте, это как-то разнообразит сюжет. Но почему я заговорил о Рыжем Лесу? Так потому что это есть такой NPC как Лесник. Лесник может рассказать много историй о Рыжем Лесу. И поверьте, когда вы выйдете в Рыжий лес, вы почувствуете реально сталкерскую атмосферу. В Чистом Небе также можно послушать анекдоты от сталкеров. Можно выпить водки и расслабиться. И также атмосферная погода. И поверьте, Чистом Небе это делает хорошей частью. Судить вам, хорошая ли это часть или нет, но для меня она просто класс. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ждите стримов. Всем удачи и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова